В зале суда лишь адвокаты и журналисты. Родственники подсудимых не решились войти, чтобы не попасть в объектив камер. А вот сами обвиняемые вели себя уверенно, придерживаясь изначально выбранной тактики. Они ничего ни у кого не крали, да и самого преступления в Хакрисводоканале не было. Перед началом заседания Александр Голушев, Олег Базиев, Ирина Олешкевич и Ирина Свистунова успели подписать некий документ, который им передали адвокаты. Позже выяснилось, это ходатайство. Защита считает необходимым перенести судебное следствие в Новосибирск, так как именно там был открыт счет, на который, по версии следствия, переводились украденные деньги Хакрисводоканала. Перенос процесса нужен адвокатам и по более серьезным причинам. В первую очередь это интересы наших подсудимых, а не свидетелей обвинения. Так ущемлены права на всех стадиях расследования. Может там, по-другому, честнее несутся. Соблюдение их прав и, соответственно, возможность нам предоставить защищаться. О предвзятости обвинения Голушев и компания говорят с тех пор, как они стали фигурантами уголовного дела. Пока шло следствие, они то и дело подавали жалобы на нарушение своих прав, но все иски остались без удовлетворения. Вот и с сегодняшним ходатайством прокуратура предсказуемо не согласилась. Хотя деньги уходили на новосибирский счет, воровство начиналось в Черногорском офисе Хакрисводоканала. Большинство у нас участников уголовного судопроизводства, свидетелей по делу, проживают на территории Республики Хакасия. И это является препятствием для изменения подсудности, по нашему мнению. Мы просим удовлетворения страны защиты отказать, потому что изменение подсудности сможет воспрепятствовать нормальному производству по-настоящему делу в разумные сроки. Насчет свидетелей. Еще можно поспорить, где проживает больше свидетелей, а в прошлых потерявых делах все они есть, в Новосибирске или в Абакане. Всего по делу проходит почти полусотни свидетелей. Судьбу ходатайства решит суть, но после часового перерыва заседание продолжилось. По данным следствия, из бюджета было похищено более 100 миллионов рублей. Бывший первый заместитель главы Хакасии Александр Голышев, бывший директор Хакрисводоканала, а впоследствии председатель Госкомтарифэнерго Олег Базиев, его зам Ирина Олешкевич, переводили деньги фирме Свистуновой в Новосибирск за несуществующие услуги. Год понадобился на сбор доказательств, и от того, насколько качественно сработали следователи и будет ли объективен суд, теперь зависит. Может ли громкое дело развалиться, или виновные, несмотря на статус и деньги, ответят перед законом. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.